Добро пожаловать на образовательный портал ITVDN. Это наш шестой урок по курсу веб-разработка на PHP Symfony. С вами, как всегда, Деменко Стельный и мы продолжаем дальше изучать данный фреймворк Symfony. Тема урока Symfony Security. План урока. Первое, что мы будем делать в этом уроке, это будем устанавливать Symfony Security Bundle, чтобы внедрять в наше приложение функционал, повязанный и с безопасностью, а также системы авторизации. Вторая тема, это уже User Provider, то есть то, что отвечает за систему пользователей в нашем приложении. После этого мы поговорим о том, как реализовать систему авторизации в Symfony приложении. Четвертая тема, которую мы разберем, это будет Firewalls. После этого мы рассмотрим, что такое Security Voitors, а дальше уже остальные темы урока будут касаться именно системы ролей приложения. Установка Security Bundle. Для того, чтобы в приложении можно было создать систему пользователей, а также внедрить функционал для повышения безопасности приложения, нужно установить Bundle, который, как вы уже поняли с названия слайда, называется Security Bundle. Делать подобное мы, как всегда, будем через Compose. Поэтому открываем консоль и запускаем команду, которая показана в слайде для того, чтобы установить данный Bundle. После этого можем двигаться дальше. Теперь, когда у нас с вами установлен Symfony Security Bundle, то создать систему авторизации в приложении уже не предоставляется чем-то трудным. И также мы можем использовать дополнительные классы для повышения безопасности нашего приложения. User Provider. Перед тем, как мы с вами добавим саму систему авторизации регистрации в наше приложение, нам нужно будет создать класс, который будет отвечать за логику работы пользователей, а точнее несколько классов, в том числе и Entity. Для этого давайте сейчас в консоль введем команду, показанную на слайде. Это php-bin-console-make-user. Сразу же хочу сказать, что нам не придется ничего автоматически прописывать. Данная команда уже сгенерирует все нужные для нас классы. И нам остается только их в дальнейшем настроить. И вот, я открыл в консоли наше приложение, а точнее папку с нашим приложением. Также установил Security Bundle. Для этого достаточно просто прописать Compose require Security или же команду, которую я показывал на слайде. И сейчас я создам классы, которые будут отвечать за авторизацию в нашем приложении, а точнее в первую очередь не для системы пользователей. Для этого мы пишем php-bin-console-make-user. И в первую очередь, что у нас спрашивает, это то, как будет называться класс для пользователей, точнее главный класс, который и будет отвечать за систему пользователей. Это по дефолту всегда называется user. Поэтому мы просто здесь ждем Enter. Следующий вопрос, хотим ли мы сохранять данные в базе данных через Duck3? Конечно же, что мы хотим. Поэтому здесь мы тоже по дефолту можем нажать Enter. Дальше нужно задать какое-то уникальное имя для логина. Например, это может быть email или же username или какая-то ID. Точнее, я имел в виду не имя, а поле. В нашем случае это, как всегда, тоже по дефолту email. Поэтому здесь мы тоже жмем Enter. Нужно ли, чтобы приложение хешировало и пароли пользователей? Конечно же, что да. Потому что это отвечает за безопасность. И это очень важно. Поэтому здесь мы тоже по дефолту жмем Enter. И как мы видим, все у нас с вами сгенерировалось. Здесь есть Entity для пользователей, репозиторий, класс Entity тоже. Начинаю здесь Update, но дальше. И настроил автоматический файл конфигурации безопасности приложения. Теперь мы можем начать использовать все это. В нашем приложении уже были созданы все нужные классы для того, чтобы реализовать систему авторизации. Но нам нужно сейчас создать новую миграцию и запустить ее. Для того, чтобы в базе данных была создана таблица, в которой и будут храниться данные для того, чтобы пользователи могли войти на наш сайт. Поэтому давайте создадим данную миграцию сейчас и запустим ее. Так, давайте создадим новую миграцию. И сразу же хочу заметить, что перед тем, как создавать новую миграцию в приложении, ваш OpenServer всегда должен быть запущен. То есть не просто включен там или что-то подобное, а именно запущен его весь сервер. То есть чтобы был зеленый флаг на иконке OpenServer. Хорошо. Пишем Make Migration. И сейчас, как мы видим, то миграция была создана. Теперь давайте ее запустим и проверим, работает ли все у нас. Как мы можем заметить, то у нас вылетела некая ошибка. Сейчас я попробую объяснить, почему такие ошибки могут вылетать и что они вообще значат. Потому что если вообще говорить, то у нас есть синтаксическая ошибка, которая у нас есть в запросе, прописана в нашей миграции. И я специально сделал акцент на данные ошибки, потому что иногда она может быть в новичков, которые неправильно настроили OpenServer. Потому что даже здесь в Arury у нас описано, что данная версия MySQL, которая поставлена на OpenServer, не поддерживает то, что мы хотим воспользоваться в этом запросе. То есть это здесь у нас JSON-Node0. Сейчас я хочу продемонстрировать, какая у меня конфигурация OpenServer, для того чтобы вы могли понять, какая должна быть именно конфигурация, чтобы это нормально работало. Хотя по дефолту у вас же все должно прекрасно работать, потому что еще в самом первом в одном уроке это показывал. Но я все равно сейчас это хочу показать, чтобы в случае, если у вас возникла подобная ошибка, вы знали, что делать. Прямо сейчас на экране вы можете увидеть то, какая должна быть конфигурация. В данном случае для сервера я использовал Apache 7.2, может быть это просто 7.2 или x64. Что такое x64? Это именно для компьютеров, которые имеют 64-разрядную систему счисления, то есть 64 бита. Если у вас 32 бита, то ставьте просто где 7.2. Дальше все аналогично с PHP, то есть я выбрал PHP 7.2, как его патч указано выше и выбрал MySQL 5.7 и все. После этого, как вы настроите этот, как вы настроите OpenServer с данными параметрами, то у вас уже запрос будет нормально работать. Только сразу же хочу сказать, что вам придется пересоздать базу данных of phpMybin, потому что высказать для каждой MySQL на OpenServer есть своя отдельная папка, где хранит отдельные базы данных для каждой версии разной. Поэтому после этого миграция сработает и вы сможете двигаться дальше в изучении. Теперь, когда в нашем приложении все нужное для системы авторизации, мы можем понемногу ее начать внедрять. Но перед тем, как мы перейдем к этому, я хочу сразу же обратить ваше внимание на то, что файл конфигурации безопасности в приложении автоматически уже настроился под классы, которые нужны для конфигурации. Точнее, под классы, которые мы с вами создали. То есть, к примеру, здесь вы можете увидеть AppEntityUser и что уже он автоматически настроился, данный файл. И я это также показывал. В консоли там было updatedConfigPackagesSecurity.yaml. И он уже по дефолту настроился именно под этот Entity. И теперь нам остается только внедрить нашу систему авторизации. Также мы можем сами выбирать, какой алгоритм шифрования мы хотим использовать для паролей пользователей. По умолчанию он у нас выбирается уже автоматически, как это показано по параметру Auto на слайде. Теперь давайте также создадим новую фикстуру для создания новых пользователей в BD нашего приложения. А также на слайде ниже вы можете увидеть, что с помощью команды PHP PinConsoleSecurityAndCodePassword мы можем с вами зашифровать пароли, которые на данный момент хранятся в фикстуре для пользователей. Поэтому давайте сейчас это как раз таки сделаем, то есть создадим новую фикстуру, а дальше ее зашифруем и, конечно же, запустим. Перед тем, как мы будем генерировать саму фикстуру, давайте зайдем в базу данных и посмотрим на таблицу User. Посмотрим вообще на эту структуру и, как вы видите, здесь нету так очень много полей. Здесь просто ID, ID пользователя, его email либо логин, его роль, что такое роли мы еще поговорим в этом уроке и его пароль. То есть это то, с чего и как раз таки и складывается вся структура таблицы для пользователей. Теперь, когда мы знаем, с какими полями нам именно работать придется в фикстуре, а точнее, какие мы хотим заполнить для первого пользователя, который мы загрузим в BD, то давайте как раз сейчас таки и сделаем фикстуру. И вот я снова нахожусь в консоли, поэтому давайте введем команду на то, чтобы ввести создание новой фикстуры. Для этого мы просто пишем php binconsole make fixture. Хорошо. Единственное, что нам надо сделать, это написать название фикстуры. Мы уже с вами это проходили в уроке, поэтому пишем название user fixtures и вот у нас есть теперь фикстура. Теперь давайте перейдем в Clip Speech Development Tools и заполним ее какими-то данными, чтобы просто создать для начала хотя бы одного пользователя, а в дальнейшем мы это все лучше улучшим. Хорошо, фикстура у нас теперь создана, и теперь нужно как раз таки заполнить ее какими-то данными. Здесь я делаю перезагрузку, refresh и вот мы видим data fixtures, где user fixtures. Хорошо, мы попали сюда и у нас как раз таки надо в первую очередь подключить App Entity User. Да, подключаем данный объект и дальше уже, как всегда, как обычно, создаем новую запись BD. Пусть у нас это будет user new user. Так, в первую очередь мы сетапим email. Пусть это будет у нас, например, admin admin.com, чисто как для примера. И дальше делаем set password, тоже admin. Это тоже чисто для примера. И дальше, конечно же, как я и говорил, мы запустим команду, которая и зажифрует данный пароль. И последнее, что нам надо сделать, это задать роль, что это роль пользователя. Role user. О бролях мы еще поговорим с вами в этом уроке, поэтому за это можете сейчас не очень беспокоиться. Ну, то есть имею в виду, не надо беспокоиться за вот эту надпись. Я в дальнейшем это все объясню. Хорошо, теперь воспользуемся нашим менеджером. Сделаем persist user, то есть сохраним его нашу таблицу юзеров. И теперь, когда мы это сделали, то есть прописали уже какие-то данные фикстуру, нам нужно в первую очередь зашифровать пароли, а потом уже ее запустить. Поэтому давайте это сейчас и сделаем. Теперь, когда у нас есть создана фикстура, и нам остается только ее запустить в систему, нам нужно зашифровать пароли, как это уже и говорил. Для этого мы вводим команду phpbeamconsole security encode password. Это зашифрует пароли, которые созданы в нашей фикстуре. И здесь просит наш пароль, который мы хотим зашифровать. В нашем случае мы просто пишем админ. И вот пароль был зашифрован, то есть encoded user. Вот пароль, который нам остается скопировать, перейти в фикстуру сейчас. То есть вы переходите сейчас в фикстуру и копируете вот этот encoded password. Я это делаю, то есть у меня только не будет видно то, как я зашел в Eclipse php development tools. И после этого вы запускаете саму фикстуру с помощью команды phpbeamconsole doctrine fixture и слово. И давайте напоследок загрузим все наши данные с фикстуре в bd. Для этого пишем phpbeamconsole doctrine fixtures lot. Здесь мы пишем yes, потому что мы хотим загрузить данные с фикстуре user fixtures в нашу таблицу. И запускаем команду. Как видим, есть проблема. Это то, что в нашей фикстуре в setRows, где функция есть, мы должны давать массив, а не строку. И на это я также хочу сейчас обратить внимание. Поэтому пошли, это сейчас исправим. Здесь вы внимательно можете заметить, что в setRows я указал строку. И как я уже говорил, нужно указывать массив. То есть то, что я сказал только что после того, как у нас с вами вылезла ошибка. В общем указываем, что у нас role user в массиве. И после этого запустим сейчас снова фикстуру. Теперь, если я сейчас запущу команду для загрузки фикстур, не должно возникнуть ошибки. Пишем yes. И как мы видим, все успешно было выполнено. И теперь запись, которую мы указали в user fixtures, будет нашей BDA. Авторизация. Настало время создать полноценную систему авторизации в нашем приложении и в Symfony. Для этого уже есть готовое решение. На ней придется вручную писать заново контроллер драфт для авторизации, а также создавать саму форму для логина. Достаточно запустить команду phpbinconsolemakeout, которая, кстати, и показана уже на слайде. И выбрать, что именно мы хотим создать для именно с помощью этой команды. В нашем случае это будет loginformauthentificator. То есть мы укажем, что мы хотим создать новую форму, а точнее систему именно для логина. У нас уже будет автоматически создан контроллер к этому еще. И поэтому давайте сейчас сделаем это на практике. Хорошо, теперь давайте создадим нашу с вами систему авторизации phpbinconsolemakeout. Запускаем и указываем один то, что мы хотим создать форму логина и что у нас был сразу же к этому контроллер. Нажимаем и указываем название класса для авторизатора нашей системы. Точнее нашего приложения. Пусть у нас это будет, к примеру, называться loginformauthentificator. То есть loginform. То есть это отдельно именно к нашей форме будет авторизатор. И вообще это как в примере, который я приводил на слайде. Так, выбираем теперь контроллер, который будет отвечать за все это. Пусть это будет security-контроллер по дефолту. И здесь она спрашивает, сгенерировать ли URL с логаун, то есть чтобы можно было выходить с аккаунта пользователя. Конечно же, что мы это хотим, поэтому просто жмем Enter. И как мы видим, вся система авторизации была теперь создана в нашем приложении. Сейчас мы все это будем рассматривать и тестировать. Если мы сейчас зайдем на наш локальный сервер приложения, только не забудьте его, конечно же, запустить. И перейдем по адресу login, то вы сразу же можете заметить, что у нас с вами появляется страница для логина. А точнее, такая вот по дефолту создана формочка. Конечно же, мы можем войти в аккаунт, который мы с вами создали в фикстуре. Жмем Segain и смотрим, что у нас в итоге получится. То есть данные у нас с вами велись. Но email can be found. Кажется, я немножко другое email вводил. Сейчас я это проверю быстренько. Да, я вводил admin admin и здесь пароль admin у меня тоже. Сейчас это должно сработать. И как мы видим, все у нас сработало. Но есть ошибка Provide Evolive Redirect Insight. То есть мы с вами залогинились. То есть эта ошибка не надо считать, что у нас как-то логин не сработал или что-то такое. Это нормально. Просто надо дальше, чтобы сделать Redirect на какую-то страницу, например, profile или что-то такое. И если мы, к примеру, сейчас перейдем по адресу logout, то мы с вами выйдем из нашего аккаунта. И здесь будет показываться NA, то есть что мы с вами не залогинены. То есть все нормально работает. Только надо сделать еще Redirect на какую-то страницу, к примеру, profile или что-то такое. Давайте сразу же еще рассмотрим, что работает вообще внутри. То есть в коде и как это вообще работает. Хорошо. Рассмотрим, что у нас за что отвечает. У нас есть Security Controller, который как раз и задает логин. То есть делает логин маршрут и рендерит шаблон, который отвечает у нас с вами за авторизацию. То есть если мы сейчас перейдем сюда. И вот мы видим наш шаблон с вами. То есть да, вот есть формат от пост. И суть в том, что как раз таки логин не отвечает сразу же за авторизацию. То есть уже сразу же берет пост-запрос. Привет! Нравится урок? В описании под видео ты можешь найти ссылку на другие уроки этого курса. А если хочешь пройти полное обучение, воспользуйся промокодом и получи скидку 15 процентов на все курсы ITVDN. Ну что, продолжаем? Есть у нас логин форму Authentificator. То есть это уже файл, который отвечает за всю авторизацию. Здесь видно много функций. Давайте в это как-то не удаваться. Прям подробно. Просто рассмотрим, что у нас есть, что у нас есть. То есть что, как работает. GetCredentials. Функция это отвечает за то, чтобы достать все данные из формы. Это в первую очередь. Дальше уже идет проверка на правильность данных. То есть достает пароли и проверяет их. Если все нормально, то у нас идет успешная идентификация. И нужно, чтобы это возвращало какой-то результат. Но в данном случае у нас это возвращало ошибку, которая как раз и просила, чтобы мы сделали какой-то redirect. Поэтому давайте это сделаем. Сейчас throw. Нет, просто return. New redirect response. Как вот здесь прописано. То есть это может, например, быть просто домашняя страница. Вот. И это будет у нас с вами работать. Я не буду очень во все это вдаваться, потому что я не хочу как-то заплутывать новичка. Все, что хочу сказать. Эта функция достает данные с формы. Вот таким вот образом. То есть с реквеста. Локальный переменный request. То есть то, что с вот этих полей. То, что в форме было введено. Это переходит в эту переменную. И мы оттуда достаем все поля. Дальше идет getUser. То есть проверяем на правильность всех данных. И вот здесь проверяем на правильность пароля. Здесь также достается пароль, чтобы его потом можно было использовать вот здесь. И конечно же в конечном итоге идет сама успешная авторизация. И делается redirect. То есть это кратко, как это работает. Кратко и понятно. И сейчас давайте двигаться дальше. И посмотрим, как можно сделать фаерволы в нашем приложении. Теперь, когда у нас есть создана работающая форма для авторизации, нужно также и создать форму для регистрации. Это также не предоставляется каким-то трудным. Для этого нужно запустить команду, которая уже показана на слайде. Но перед этим, как мы это сделаем, мы должны установить небольшой пакет от TwigBundle, который и предоставляет нам эту команду. Это является пакет TwigValidator. Сейчас я вам его продемонстрирую также. И запустим его в нашем приложении. Хорошо, давайте тогда уже создадим нашу форму для регистрации. А точнее вообще целую систему, которая будет уже регистрировать пользователей. То есть нам не придется как-то вручную привязывать контроллер к форме или писать форму. Все можно сделать это с помощью команды, которую я вам уже показывал на слайде. Пишем в phpbin console make registration form. Жмем Enter. И в случае, если у вас сейчас на данной команде может выпасть ошибка, что, к примеру, пакет какой-то не найден, то просто введите название пакета, который там уже есть. То есть будет показан там validator, TwigValidator. Просто введите эту команду и установите этот пакет, и потом введите снова эту команду. То есть phpbin console make registration form. И тогда все будет нормально работать. Хорошо, вот. У нас автоматически уже находит entity для пользователя и спрашивает, хотите ли вы добавить уникальную, ну, сделать уникальным, добавить уникальную в валидации, валидационную аннотацию к классу user, который, как бы сказать, отвечает за пользователя. Конечно же, мы жмем Yes. То есть мы хотим, чтобы это была уникальная entity, потому что это именно для пользователя, а не какой-то там объект просто вбд. Дальше. Хотите ли вы, чтобы посылалась верификация пользователям после регистрации? Это каждый, кто как хочет выбирает. Мы в данном случае этого не хотим. Мы жмем Enter. То есть это отвечает за подтверждение аккаунта после регистрации на email. Хотите ли вы, чтобы пользователи потом, автоматически после регистрации, входил в свой аккаунт? Мы жмем Yes. Да, то есть. И вот, прошу, все уже создалось. Обновился наш entity user, создалась форма, создалась контроллер, который отвечает за регистрацию, и создался темплейт регистрации. Давайте сразу же запустим локальный сервер и посмотрим, как это выглядит на серваке, а потом зайдем уже в наш с вами контроллер и посмотрим, как это тоже работает. И вот, если вы перейдете по маршруту Register, который отвечает за регистрацию, здесь будет создана автоматическая форма для регистрации, которая создает все поля автоматически, в зависимости от полей, которые есть в классе User, которые отвечают за пользователей в системе. Хорошо, давайте тогда попробуем сейчас кого-то зарегистрировать. Например, Example будет email example.com и пароль, например, тоже admin. AgriTerms жмем и жмем Register. Посмотрим, зарегистрируется. Ага, вот, и видите, сразу же автоматически привязана валидация. Об валидации форма мы поговорим в следующем уроке, когда будем говорить об Tweak. А сейчас я должен просто сделать какой-то более умный пароль, потому что должно быть 6 символов, но не меньше 6 символов паролей. Так, хорошо, тогда пусть будет admin123. И жмем Register. Сейчас по итогу меня должно автоматически еще... Так, using this page, ага, хорошо. Давайте сразу же тогда переходим на локальный сервис, на pitch.meam.admin и посмотрим, что в итоге получилось. Был ли я зарегистрирован в систему? Так, хорошо, вот, pitch.meam.admin у меня открылся. Входим в pitch.meam.admin, заходим в my project name, заходим в user. И как мы видим, то я был зарегистрирован. Только единственная проблема в том, что, да, паролик все привязан, но роли, роли нету, это не критично, это тоже можно настроить в нашем контроллере. И как мы видим, то есть если я сейчас, к примеру, перейду на страницу логин, то вы можете сразу же заметить, что я уже залогинился. То есть вы помните, что когда я создавал форму регистрации, я указал, что я хочу, чтобы как только я зарегистрировался, меня автоматически еще логинило на сайт. И вот, прошу, я уже залогинил, то есть я зарегистрирую, все работает прекрасно. То есть я просто хочу сказать, что вот такие вещи, как регистрация, логин, то, что уже существует на большинстве сайтов, то, что является обязательным, не приходится уже писать как-то вручную. Это просто прекрасно, что мы можем взять сами и просто это все сгенерировать через консоль и к полям все автоматически настраиваться. То есть спрошу, вот как мы сделали авторизацию и регистрацию. Давайте сейчас также немножко пройдемся по контроллеру, который отвечает за регистрацию, я все объясню. И немножко объясню, как же данные отправляются. И дальше перейдем к фаерволам. Так, прямо сейчас я нахожусь в registration контроллер, который был автоматически создан и отвечает за регистрацию пользователя. И как вы можете видеть, то есть он создает маршрут регистер. По дефолту он у нас с вами, точнее не по дефолту, а в ответе он возвращает шаблон, который и имеет в себе форму для регистрации. Что такого формы мы еще поговорим в следующем уроке, как я говорил. Поэтому на визуальной части мы здесь не будем очень задерживаться. Суть в том, вы видели форму, да, то есть вы видели, что ее можно отправлять и что она регистрирует. И многие сразу же могут здесь заметить, вот есть логическая конструкция, которая получает, то есть форму, то есть проверяет, была ли форма отправлена и была ли правильно свалидирована. Если все подходит, то есть все нормально, то сразу же шифрует пароль, да, создаёт нового пользователя сначала, шифрует пароль, вот юзер, да, его достает пароль из формы и шифрует. Дальше есть entity manager, который регистрирует пользователя. И в результате все данные, когда уже были достаны, ну, когда уже все данные были достаны, то всё прекрасно работает. А также здесь можно убить firewall и что-то такое мы сейчас также поговорим. Хорошо. Также вот сама форма, как она выглядит, вот как она была создана, то есть вот создаются поля формы. Я не буду долго над этим задерживаться, просто что хочу сказать, что в Symfony все формы можно также строить просто на чистом PHP коде и сразу же к ним прописывать валидацию, как здесь это продемонстрировано. То есть, как вы можете заметить, логика очень простая и есть вот форма отправляется, создаётся новый пользователь, его оси данные достаются также вот с реквеста и вот сюда также и они попадают. И в результате это то, как это работает. Об формах мы поговорим в следующем уроке, а сейчас давайте перейдём к firewall. Firewall. Для того, чтобы можно было задавать правила для авторизации приложения, можно воспользоваться компонентом, который называется firewalls и уже установлен в Security Bundle. Все конфигурации правила того, как можно авторизоваться в приложении, задаются именно в файле конфигурации безопасности приложения, который мы уже видели с вами ранее, то есть это config.packages.security.yaml. Сейчас давайте откроем данный файл и я объясню, как это вообще работает и для чего это используется. Также вы можете заметить, на скриншоте, который показан на слайде, здесь есть firewall, который называется mine и который у нас с вами уже был показан в контроллере для регистрации. Вот я нахожусь в файле security.yaml, То есть config, packages и security И в общем-то Вот здесь наши firewallы, которые Указывают правила, можно ли быть Авторизированным приложением, точнее как Как можно, можно ли быть Авторизированным, анонимно К примеру, у нас сейчас анонимность на сайте Она дозволена, здесь также есть Lazy, то есть загружать ли медленно Авторизацию, здесь включено Provider, то есть здесь указывается Что отвечает за, именно за Наш с вами юзер систему То есть это в нашем случае юзер провайдер Здесь уже за безопасность Автентификатор указан логин Форма автентификатора и то, что Отвечается за то, чтобы выйти из аккаунта Я думаю, многие уже спросите, воу Да, это все довольно-таки сложно, но В чем же смысл? Да, как я говорил, здесь Задаются правила и в большинстве случаев Все это настраивается уже автоматически Когда, к примеру, мы создаем какие-то Автентификаторы, добавляем Какие-то еще параметры, там SIG провайдеры какие-то и тому подобное То есть это больше Нужно будет использовать, когда вы хотите Настроить какое-то специфическое Вхождение в аккаунт в вашем проекте Но так вообще новичкам, то есть достаточно Знать, что вот это все настраивается В большинстве случаев автоматически Когда мы с вами создаем какой-то Аутентификатор и то есть знать К примеру, что это отвечает Вот это отвечает за юзер провайдера Здесь за анонимность, это отвечает за безопасность Аутентификаторов А здесь именно путь, чтобы Войти из аккаунта И вы уже видели, что в контроллере RegistrationController Там есть указан как раз Firewall Main Там был как раз таки А еще комментарий касательно того Где менять именно Firewall Хорошо, сейчас тогда давайте поговорим Уже об ролях в Symfony Роли Если есть потребность в том, чтобы реализовать Систему пользователей роли То и для этого в Symfony Security Bundle Уже есть готовый функционал Который мы можем использовать Открыть класс с Entity User Можно уже заметить функции Которые были сгенерированы по умолчанию И которые уже нужны для того, чтобы работать С ролями пользователей в приложении Скриншоты данных функций можете увидеть на слайде То есть это GetRolls Вот, к примеру, вот И по дефолту вообще Всегда проверяют, есть ли хотя бы RollUser То есть RollUser Это самая простая роль Которая вообще существует в приложении всегда То есть это просто банальный пользователь Здесь есть вот SetRolls То есть что, как бы сказать Указывает роли для пользователя Всегда надо указывать в массиве То есть как это я показывал Когда в фикстуре Когда мы создавали То вы видели, что RollUser Я указал именно в массиве И также оно возвращает в типе JSON То есть вот, это массив И сейчас я также продемонстрирую Как это работает Потому что мы с вами уже видели Как они создаются То есть это просто Вы можете создать любую роль Как вы хотите Но в дальнейшем просто надо будет И настроить в файле конфигурации То, как они должны работать И куда они имеют доступ Название В каждой роли в системе Пользователей всегда должно начинаться С префикса Roll То есть, к примеру, RollAdmin RollUser RollModerator Или тому подобное На слайде можем рассмотреть Примеры того Как настраивается доступ Для пользователей С разными ролями в приложении Вот смотрите внимательно То есть, есть AccessControl Это файли конфигурации Security.yaml И вот, к примеру, для админа Чтобы попасть к маршрутам Где есть префикс Admin Надо иметь роль Admin То есть, если, к примеру, RollUser То есть, юзер простой Попробует попасть в админ То у него это не получится Потому что у него нет такой роли Которая называется RollAdmin И да, также можно это делать И для других ролей К примеру, если вот есть Вот представьте, просто есть пользователь на сайте Да, у него RollUser Он не сможет к этому получить доступ Или к этому Потому что для того, чтобы получить к этому доступ Надо иметь либо роль админа Либо роль модератора То есть, можно указывать либо по одному То есть, просто RollAdmin Либо массивом Какие роли надо иметь, чтобы получить доступ К каким-то определенным маршрутам Давайте сейчас это все просто попробуем На примере практическом Напишем какую-то свою роль К примеру, RollAdmin И продемонстрирую я вам, как это работает И так, прямо сейчас я нахожусь на логине То есть, на странице логина Где мне говорит, что это логинен за example.com То есть, за вот этот email И сейчас, как вы можете заметить У него нет ни одной роли Даже AppleUser И, к примеру, если я попробую перейти за него На страницу product То, что мне выбит Какую ошибку Аксиздание То есть, что у меня нет доступа к этому Если, к примеру, сейчас пропишу RollAdmin Как это я прописал В файле конфигурации Что для того, чтобы иметь доступ К маршруту product Надо иметь RollAdmin То сейчас мне будет наден доступ Только, понятное дело Что пишет, что Anon То есть, я плогин Почему это не работает Ну, меня разлогинило, конечно же Только что Давайте опять войдем Example Вот И, как видите То есть, product Я получил доступ И вы могли сразу же заметить Что, когда только отказывают Пользователю в доступе То его разлогинивают Но, как видите То есть, я залогинил У меня есть доступ И, по сути, это именно то Как это работает То есть, сейчас вы можете С точностью понять Что вот в чем Суть ролей То есть, вы создаете роль Какую хотите Даете пользователям Настраиваете доступы К определенным маршрутам И это так и работает То есть, здесь нету Ничего сложного И давайте теперь поговорим Об иерархии ролей И да, перед тем Как мы перейдем К иерархии ролей Я хочу вам показать Здесь вот Что, кроме того Что можно задавать Как я уже и говорил Каким-то Определенным маршрутом Именно, как я имею Там префикс Админ или что такое Можно также Четко задан К примеру Админ users То есть, к примеру Только к странице Админ users Да Можно ограничивать доступ И если вам нужно Как-то Ограничить доступ Чтобы уже через PHP контроллер То это также можно сделать Но в основном Все делают это Именно через Security YAML Но также можно И через контроллер То есть, здесь просто Есть функции Denny Access and Less Гранты То есть, просто Делает проверку На роли RollAdmin Как здесь показано И здесь также Можно выводить Сообщение Вот То есть, если Нету роли Admin То вывести сообщение Чтобы иметь доступ К странице Нужно иметь роль RollAdmin И также в шаблонах Это так Можно использовать То есть Об шаблонизаторе Как я говорил Мы поговорим В следующем уроке Но вот Например Как есть Вот есть логинческая Конструкция IsGranted То есть, здесь также Идет функция Есть, которая Называется IsGranted И проверяет Есть ли роль Admin Если есть роль Admin, то будет отображена Кнопочка Delete Иерархия ролей И напоследок Об иерархии ролей То есть, здесь Также нету Ничего сложного Здесь все Можно описать В одном слайде Как видим У меня здесь есть RollUser То есть RollHierarchy Это в первую очередь Файли ConfigPackages SecurityYAML То есть, в котором Мы и указывали Какие доступы Можно определять Через параметр AccessControl Да То есть, вы создаете Новый параметр RollHierarchy И, к примеру Есть RollAdmin Который Может получить Доступ Юзера Если вы хотите RollSuperAdmin То вы можете сделать Чтобы он имел Доступы Такие же Как и имеет RollAdmin RollModerator И тому подобное То есть, вы просто Создаете Какую-то роль Да И вместо того Чтобы по отдельности Каждой роли Прописывать По отдельности Каждый доступ И тому подобное Вы просто можете Здесь создать Одну роль И, к примеру Сделать RollAdmin Чтобы он имел Доступ Ролюзера Модератора То есть, все Роли Которые Вы захотите И здесь Также нету Ничего сложного Здесь просто Идет контроль Ролей Который имеет Определенные Пользователи На сайте То есть, это может быть Админ Или кто-то еще Другой Это был Образовательный портал ITVDN И дорогие друзья Не забывайте Что программирование Это прежде всего Практика К каждому уроку Есть домашнее задание Откройте домашнее задание И выполните его Скачать учебные материалы Вы сможете Под этим видео Желательно Также пройти Тестирование Чтобы проверить Насколько Усвоен Теоретический материал Не переходите К изучению Следующего урока Если у вас Возникли сложности С выполнением Домашнего задания По этому уроку Пересмотрите Повторно Этот урок Тест провайдер Это онлайн сервис Который позволяет Вам проверить знания Которые вы усвоили После урока И также Выявить Какие у вас есть Слабые места Что вам стоит изучать И вообще Он очень полезен Поскольку Позволяет В общих чертах Оценить знания IT специалиста Успешное прохождение Финального тестирования Также позволит вам Получить Соответствующий сертификат С вами как всегда Демен Костельный И до новых встреч А продолжение курса Смотрите по ссылке На экране Или в описании Под этим видео Специально для вас Мы подготовили Приятный бонус Воспользуйся Промокодом И получи скидку 15% На все курсы ITVDN